Школьникам запретят пользоваться смартфонами в школе даже для учебы. В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. Телефон разрешат только в случае экстренных ситуаций и угрозы жизни. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Наш корреспондент поинтересовался, что думают об этом учителя и сами дети. Об этом в следующем материале выпуска. В России рассматривается законопроект, который запретит школьникам использовать на уроках телефоны за исключением определенных случаев. Госдума одобрила этот проект в первом чтении. Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ. За исключением случаев, предусмотренных образовательной программой. Или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в иных экстренных случаях. Эта поправка была внесена 27 октября. 16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете телефонов на занятиях в школе. В новой версии депутаты допустили использование телефона только в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся работников образовательных учреждений. Авторы законопроекта уверены, что подобные изменения усилят главенствующую роль школьных преподавателей. По мнению народного учителя России Андрея Мишина, все зависит от педагога. Ведь именно он является центром учебного процесса. Если урок изначально подается неинтересно, то даже такие ограничения не помогут. Он отметил также, что в реализации этой идеи важно не доходить до крайностей. Если урок интересный, если урок организован и идет действительно в такой динамичной структуре, то трудно представить, что ребята куда-то будут отвлекаться. А если скучно, если неинтересно, так тут запрещай, не запрещай, они найдут какие-то другие моменты. У нас не было телефонов в наше время, но мы же тоже когда отвлекались, если урок был неинтересный. А если он был интересный, то пролетало просто на одно мгновение и было интересно. Поверьте, мои дети используют телефон просто во благо. Мы ищем там полезную информацию. У нас там создана интересная группа ВКонтакте. Мы много работаем с различного вида источниками, в том числе словарями. Мы спросили у школьников разных возрастов, берут ли они телефоны с собой в школу и в какое время используют. Залезаете на уроки в телефон или нет? На самих уроках нет, только сопозволяет учитель. На уроке я работаю. Нет. Да, у меня тоже самое. Проверяю соцсети на переменах, могу зайти в ВК или посмотреть, что пишут друзья из других городов. Я беру, чтобы звонить маме. А ты? Ну я тоже беру, даже чтобы пописать и позвонить, если вдруг что. Ну а скажите, а на телефоне на уроки-то берете или нет? Нет, нет, не берем. Молодцы. В большинстве ответов ребята сказали, что телефон во время уроков не используют. Однако не все такие прилежные ученики, это понятно. Как будут работать ограничения в случае принятия поправок, сказать пока сложно. Вероятно, что школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Кроме того, личные телефоны и планшеты детей, которые они приносят в школы, не должны использоваться в образовательных программах. Министр просвещения страны Сергей Кравцов заявил, что речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями. Но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться только с разрешения учителя. Отметим, что общий запрет на использование мобильных телефонов на уроках в российских школах ввели с 1 сентября 2022 года. Субтитры создавал DimaTorzok